По Антарктиде с ветерком. Магистрант Пермского университета создал интерактивную туристическую карту по самому холодному континенту мира. Виртуальный круиз длиной практически в 10 тысяч километров начинается в аргентинском порту Ушуайе, проходит через остров Гринвич, вулкан Ребус и залив Парадайз. Повторить его можно и на практике, были бы деньги и желания. Подробности в репортаже Евгении Караксиной. Для большинства людей это просто огромный кусок льда, который есть где-то на затворках земного шара. И в принципе про него люди знают, может быть несколько фактов, что он никому не принадлежит, а то, что там всегда холодно. Магистрант Пермского университета Никита Мусихин считает, что если есть желание и возможность, то покорить эту безлюдную землю реально. Для желающих перспективе отправиться в путешествие по Антарктиде Никита разработал интерактивную туристическую карту. Что посмотреть и где побывать. Материк буквально состоит из уникальных пейзажей. Здесь самый высокий из действующих вулканов на Земле. Пустыня Макмерда по своей структуре напоминающая Марс. Там же находится кровавый водопад. Из-за большого содержания оксида железа поток, вытекающий из ледника Тейлора, имеет красный цвет. Выбрали там самые интересные места, такие как вулкан Ребус, остров Десепшн, горячие источники. И самый оптимальный вариант. Мы из США начали путешествие до ледника Росса. Мы брали точки, в любом случае, которые где-то кто-то бывал. То есть мы брали фотографии, мы брали какие-то уже записи. То есть мы читали, почему это интересно людям. Туристический маршрут длиной в 10 тысяч километров займет около месяца. Для круиза создатель карты выбрал западную часть Антарктиды, потому что в разгар антарктического лета, февраль-март, она наиболее удобна для судоходства. В другое время посещать континенты – это большое испытание даже для опытных путешественников-экстремалов. С ума сойти. Огромная штука. Потрясающе. Кажется, что мы попали в сказку. От поверхности воды до вершины 65 метров? Да, крупный. Научный руководитель и идейный вдохновитель Никиты – знаменитый пермский путешественник Андрей Королёв, преподаватель географического факультета университета. В прошлом году он, напомним, сам побывал в Антарктиде и преодолел часть маршрута по Южному полюсу. Идея – создать приложение, чтобы люди, которые путешествуют по Антарктиде, по таким местам недоступности, если так можно выразиться, они в этом приложении общались между собой, делились фотографиями и добавляли точки тех, которых нет на данной карте, чтобы у человека, который собирается поехать в Антарктиду, составил план, полностью был перед глазами, куда можно съездить, как это будет сделать лучше, как это сделать будет интереснее и сколько это будет стоить. Хотя прицениться можно и сейчас. По данным магистранта, полное путешествие по созданному им маршруту обойдется туристу примерно в миллион рублей. Евгения Караксина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.